Таблица Менделеева Горизонтальные ряды называются периодами, а вертикальные – группами Третий вопрос Какой элемент находится в четвертом периоде, в шестой группе и главной подгруппе? Беру таблицу Четвертый период, шестая группа, главная подгруппа Здесь находится элемент Селен С порядковым номером 34 Его подгруппа включает элементы и больших, и малых периодов Вопрос четвертый Назовите местоположение йода Таблицы Менделеева Его порядковый номер 53 Порядковые номера таблицы идут один за другим Поэтому элемент с известным номером найти нетрудно Йод находится в пятом периоде, в седьмой группе И главной подгруппе Так как его подгруппа включает элементы и больших, и малых периодов Химические формулы Я напомню, что химические элементы принято записывать знаками А вещества в химии обозначаются формулами Формула вещества показывает, из каких элементов оно состоит И в каком соотношении находятся элементы по количеству атомов Вот это вещество Сахароза Или сахар Имеет формулу С12H22O11 С, H и О Это знаки элементов Соответственно углерод, водород и кислород Вот эти три элемента и входят в состав сахара Числа, записанные справа внизу от знаков Называются индексами и указывают соотношение элементов То есть мы видим, что на 12 атомов углерода приходится 22 атома водорода И 11 атомов кислорода Получается, что взглянув на формулу Мы можем определить состав вещества и соотношение элементов Пример другой Вещество метан состоит из углерода и водорода Причем на один атом углерода приходится 4 атома водорода Зная состав и соотношение Можно записать формулу метана С1H4 Или просто CH4 Единицу обычно не пишут Пример следующий Формула перекиси водорода H2O2 Ну и как мы видим Вещество состоит из водорода и кислорода В соотношении 2 к 2 Но тут возникает вопрос Почему здесь двойки? Ведь 2 к 2 это то же самое, что 1 к 1 Действительно, если бы мы записали H2O То такая формула бы тоже выражала правильный состав И правильное соотношение элементов Но дело вот в чем Молекула перекиси водорода состоит из 4 атомов Из 2 водородов и 2 кислородов Если атомы, из которых состоит вещество Сгруппированы в молекулы То формула этого вещества должна соответствовать молекуле Формула H2O2 как раз соответствует молекуле из 4 атомов И при этом это уже наверняка Что такая формула будет правильно выражать и состав, и соотношение Перед формулой может стоять число Оно будет называться коэффициентом И вот такая запись 3H2O2 Будет означать 3 молекулы перекиси водорода Следующий пример Вот это вещество Хлорид натрия Или поваренная соль Формула ее натрий-хлор Ну и соответственно на 1 атом натрия приходится 1 атом хлора Вещество это не состоит из молекул То есть атомы натрия и хлора сгруппированы не в молекулы А по другому И в этом случае тоже перед формулой может стоять коэффициент Например запись 5 натрий-хлор будет означать не 5 молекул конечно Молекул здесь нет А можно сказать 5 единиц этого вещества Я приведу пару примеров простых веществ Например вот эта монетка состоит из атомов алюминия И соответственно формула вещества из которого она сделана будет алюминий Напомню что если есть химический элемент есть и простое вещество Другой пример Кислород газ которым мы дышим Его молекула состоит из двух атомов И формула кислорода будет О2 Раз вещество простое То и элемент в формуле будет один По формуле вещества можно определить состав и соотношение элементов И наоборот Зная состав вещества и соотношение элементов Можно записать формулу А вопросы будут такие Первый Что означает Н2 НПО 2Н2О5 Ответы на эти вопросы будут в следующем видео А в описании к этому видео есть кое-что интересное ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok И Субтитры создавал DimaTorzok